Здравствуйте, девочки! С вами снова Наташа из Беларуси. Я безумно рада видеть вас на своем канале. Девчонки, в сегодняшнем видео у нас пойдет речь о бюджетной косметичке для новичка. Если вы только начали свои познания в бьюти-мире, я покажу вам те продукты, которые бы я порекомендовала вам приобрести в первую очередь. Здесь будут абсолютно все продукты для создания дневного, либо даже вечернего макияжа. Те продукты, с которыми вам будет максимально просто и легко начать свою работу, то, с чем вы не накосячите. Я, собственно говоря, стала бьюти-маньяком совсем, в принципе, тоже недавно, поэтому все эти продукты у меня есть в арсенале, то, чем я пользуюсь, в принципе, сама ежедневно, почти каждый день. Начнем, конечно же, с тональных основ. И я бы рекомендовала вам две вот такие вот тональные основы. Почему две? Не из-за того, что я не могла выбрать одну из них, а из-за того, что одна тональная основа – это биби-крем корейский от Холика Холика на каждый день. Это биби-крем, он не такой плотный. На каждый день более легкое покрытие. У меня эта версия Шиммерин. Почему рекомендую именно этот биби-крем? Дело в том, что, девочки, во-первых, здесь SPF 45, во-вторых, этот крем очень бюджетный. В-третьих, у них очень достаточно хорошая линейка выбора. У меня это Шиммерин розовенький. У них есть голубой, это увлажняющий, зеленый для проблемной кожи. По-моему, еще желтенький, еще какой-то. То есть вы выберете именно биби-крем для своего типа кожи. Плюс этот биби-крем по своей кроющей способности напоминает биби-си-си-крем от Lumine. Но си-си-крем от Lumine сейчас очень-очень подорожал. Вот этот биби-крем намного-намного дешевле. В общем, замечательный крем, отлично ложится, распределяется даже просто руками. И будет на каждый день просто превосходно. Мне кажется, понравится абсолютно всем. Следующий это, естественно, Revlon Colorstay. У меня это версия уже с помпой для жирной и комбинированной кожи. Для девочек, действительно, у кого жирная комбинированная кожа, этот крем будет просто спасением. Также этот крем отлично наносится. Его достаточно легко распределить. Он действительно держится в течение всего дня. Если у вас, допустим, вечером после работы свидание, то не стоит пользоваться биби-кремом. Лучше с утра нанесете вот этот вот тон, и ваша кожа будет идеальная до самого конца рабочего дня. И на свидание вы пойдете действительно с идеальной кожей. Крем очень бюджетный. Он отлично ложится, он отлично наслаивается. В течение дня вы сможете его поправить. Даже если вы припудрили лицо, вы все равно сможете его поправить. И также этот крем для меня является спасением в жарком климате. Он не плывет. То, чем я порекомендую закрепить весь это тональное средство, особенно вот этот вот биби-крем, все-таки стоит закреплять. Он шиммерен, он имеет действительно такой эффект влажной кожи. Но если вы не хотите, сейчас вы все знаете, что очень модно сатиновая такая кожа, влажное свечение корейское. Если вы не хотите забивать все это какой-то очень матовой пудрой, то обратите внимание на микронизированный шиммер от Релуи. У меня это 701 оттенок, у меня также есть 703 оттенок. Для меня 703 оттенок является замечательным бронзером. Так вот, девочки, 701 оттенок, он является конкретной заменой такому люксовому продукту, как метеориты от Герле. Здесь очень-очень-очень деликатный шиммер, он абсолютно не дешевый, его абсолютно не видно. Он просто закрепляет ваш макияж невидимой вуалью. Она не ложится такой, знаете, не делает из вашего лица такого персикового матового лица. Она именно так вот ровненько, красиво заблюривает вашу кожу и придает, не делает ее вот не матовой. Она именно вот дает легкое сияние, но и отлично закрепляет ваш макияж. Дальше у нас продукты для скульптурирования и бронзирования. Я, конечно, не рекомендую, если вы новичок, брать вам сразу же какие-то очень такие пигментированные темные оттенки. Стоит начать с более легких оттенков. Если для скульптурирования, то обязательно обратите внимание на новые скульпторы. Ну, они уже не новые, но это новинка этого года, новые скульпторы от Люкс Визаж. У меня это 0,3 оттеночек. У меня даже осталась цена 5 рублей 92 копейки. Это, девочки, 3 доллара. Здесь у нас просто суперкрутой, превосходнейший оттенок скульптора. Он очень правильного оттенка, он очень шелковистый, он очень приятный, он мало пылит. Единственное, что здесь не очень удобная упаковочка для транспортировки, но скульптор действительно-действительно крутой. Кстати, очень многие ругаются вот на этот светлый оттенок, а мне этот светлый оттенок действительно нравится. Девчонки, чем он мне так нравится? Объясняю. Эта пудра, она действительно имеет сатиновый финиш. Она не матовая вообще ни капли, она действительно классная такая сатиновая. И это, опять же, модный продукт. Закрепить этим средством консилер под глазками, либо выделить свои скулы. Будет просто-просто превосходно. Второй продукт, который я рекомендую, это, конечно же, бронзер от Flormar P115. Это замечательный светлый бронзер для светленьких девочек. С ним невозможно напятнить, он замечательно ложится, он хорошо тушуется. У него также в составе, как и у микронизированного шиммера, внутри такие блесточки, но на коже этих блесточек абсолютно не видно. Плюс вот этот вот замечательный, красивый оттенок румян, также внутри с шиммером. Очень красиво смотрится, не подчеркивает текстуру на коже. Отлично ложится, отлично наслаивается. Для новичка это просто находка. Этот бронзер будет просто идеальный. Он абсолютно не ржит, он имеет замечательнейший, просто превосходный оттенок. По поводу хайлайтеров, я, конечно же, рекомендую для начала приобрести, во-первых, какой-то бюджетный хайлайтер, во-вторых, чтобы это не было огромных блесток, чтобы ваш макияж не смотрелся дешево и по-уличному. И, конечно же, я рекомендую вам, девчонки, хайлайтер от Smart Girl, наш белорусский. У меня и первый, и второй оттенок. Если вы более светленькое предпочтение, отдайте второму оттенку. Если вы более смугленькое, то берите первый оттенок. Эти хайлайтеры просто великолепные. С помощью этого хайлайтера вы сможете добиться шикарного свечения. Именно он у меня сейчас находится на скулах. С помощью этого хайлайтера вы сможете добиться как легкого свечения, так и свечения достаточно интенсивного вечернего. Хайлайтер супер круто набирается абсолютно любой кисточкой. У меня есть про этот хайлайтер прям отдельное видео, в котором я рассказываю вам о том, что этот хайлайтер имеет просто превосходнейший состав. То, что этот хайлайтер действительно оправдывает каждую копеечку, которую вы в него вложите. Он очень бюджетный и очень-очень крутой. Во всех почти видео, которые вы видите, чаще всего у меня именно этот хайлайтер. У него в составе нет абсолютно-абсолютно никаких блесток. Это чисто именно такое вот дорогое глоу-сияние, сияние кожи изнутри. Дальше, девочки. Девчонки, забыла вам рассказать. После тональных средств я хотела вам порекомендовать две базы. Первая база это крем-хайлайтер от Белита. Изумительное сияние с маслом мороженки и витамином С. Я пользуюсь этой штукой в качестве базы на лицо. Вот такое вот стойкое тональное средство. Под такое стойкое тональное средство я наношу всегда базу. Она как-то ровнее ложится, легче распределяется и значительно лучше держится. Так вот, вот эта штучка выступает. Вот этот вот тон, он более такой, если особенно его припудуете, он будет более матовый. Так вот, за счет вот этих вот баз, этот тон будет, ваша кожа будет сиять изнутри. Вторая база, она абсолютно такого же действия. Это Эссенс, новая их линейка. У меня также есть на него детальный обзор. Сейчас будет сверху ссылочка, там, где вы сможете посмотреть свочи на эти базы. Они великолепные, они отлично выравнивают рельеф вашей кожи, подготавливают к дальнейшему нанесению тонального средства. Если будете наносить такие вот стойкие тональные средства, то вам очень и очень даже нужна вот такая вот штучка. Вот эта вот вещица стоила чуть более одного доллара, поэтому приобрести для новичка не будет ударом по кошельку. И дальше, девочки, консилер, который я рекомендую. Мне, допустим, когда я пользуюсь вот этим тональным средством, вообще не нужен никакой консилер, потому что он настолько плотный, что перекрывает мне абсолютно все недостатки, плюс он хорошо наслаивается. Но вот с таким вот средством все-таки иногда мне нужен консилер. И я рекомендую, девочки, консилер от Evelyn. Все названия я подпишу вам внизу. У меня оттенок 08 Portiline. Это корректор 2 в 1, светоотражающий хайлайтер и корректор. Девочки, мне этот консилер подходит абсолютно на все участки лица. Я наношу его и под глазки. Он мне абсолютно не сушит ничего под глазами. У него в составе есть микронизированный шиммер. Невооруженным глазом этот шиммер не виден вообще. Он виден только под светом софитов, под каким-то таким интенсивным преломлением света. Только тогда он виден, но за счет этих светоотражающих частиц он отлично подходит на зоны под глазки. И вообще он смотрится на коже просто превосходно. Он схватывается, отлично застывает и перекроет вам абсолютно все. С продуктами для лица закончили. Сейчас я вам, конечно же, покажу одну из своих любимых тушей. И это тушь от Luxe Visage XXL. Она имеет у себя вот такую вот силиконовую кисточку. Кисточка немного длинновата, но само расположение вот этих вот усиков очень-очень правильное. Она так отлично захватывает эти вот кисточки. Они отлично... Реснички проваливаются между этими усиками, да. И ресничка прокрашивается буквально с первого раза со всех сторон. Она отлично и удлиняет, и добавляет объема. Замечательная, очень бюджетная, классная тушь белорусская. Вы наверняка все просто миллион раз о ней слышали. Также дальше продолжим о глазках. Вы уже наверняка знаете о базах под тени. И под огромное количество теней нужна база. Так вот, я рекомендую вам очень универсальный, замечательнейший продукт от Maybelline Color Tattoo. И это лично для меня, это является очень универсальным продуктом. Я могу носить эти тени. Это 91 оттенок Cream de Rose. Я могу носить этот оттенок как самостоятельно, просто на глазах. Также я могу этот оттенок использовать в качестве базы под тени. Я очень активно им пользуюсь. Плюс эти, девочки, не все оттенки у этой линейки Color Tattoo от Maybelline, у меня их примерно там 7 или 8, не все такие простые в использовании, как именно вот этот вот матовый 91 оттенок. Именно он является для меня самым идеальным и самым удачным из всей линейки Maybelline Color Tattoo. Этот оттенок достаточно липучий, на него отлично будут ложиться любые тени. И также этот оттенок будет замечательно выступать в качестве соло на ваших тенях ежедневного макияжа. Но если вы любите более сатиновые, более сияющие, более яркие праздничные образы, то, девочки, я вам советую вот такие вот тени в стике от Essence 2 в одном E-Shadow Adliner Waterproof. Это у меня оттенок 02 Pitch Perfect. И, девочки, это суперклассные сатиновые такие шикарные металлизированные, даже я бы назвала тени. 02 Pitch Perfect является таким очень красивым светлым оттенком, плюс эти тени нереально стойкие. Они вот сейчас, в конце видео я вам покажу, они сейчас хватятся у меня на руке, и они застывают прям намертво, они действительно водостойкие. Они не делают из века куриную жопку такую, то есть веки с ними не кажутся более старше и возрастными, не подчеркивают текстуру на вашем веке. Плюс они достаточно долго застывают, то есть вы успеете их достаточно легко и просто растушевать, даже просто пальчиком. Вам не придется прикладывать какие-то усилия. Потому что вот тени Color Tattoo, которые у них перламутровые такие, либо металлизированные, и с ними иногда все-таки стоит повозиться. Не иногда, а стоит повозиться, потому что растушевать их надо приложить усилия. То вот эти тени растушевываются просто превосходно. Просто с утра нанесли на все подвижное веко, растерли пальчиком границу и пошли на работу с красивенным сияющим макияжем. Если вы все-таки являетесь любителем сухих текстур, то, девчонки, для начинающих я очень-очень рекомендую палетки от Sleek. У меня эта палетка Good Night Sweet Heart, и это лимитированная палетка, но ее еще возможно приобрести. В России ее вообще возможно приобрести без всяких проблем. Девочки, почему рекомендую именно эти тени? Вот такие вот здесь внутри у нас оттенки. Дело в том, что тени достаточно хороши в стойкости, тени достаточно неплохо наносятся. Да, для каких-то сложных макияжей они, конечно, могут не суперкруто, легко тушеваться. Но если вы носите тени на все подвижное веко как соло, то вот эти тенежки вам определенно придутся по вкусу. С утра встали, пальчиком просто нанесли опять же на все подвижное веко, слегка кистью, либо опять же пальцем растушевали границу, и у вас замечательные красивые тени. Здесь целых, по-моему, 3 или 4 оттенка дуахрома. Они очень красивые, они хорошо ложатся, они очень дорого смотрятся на вашем веке. Также с этими тенями вы сможете выполнить и какой-то более сложный макияж. Они действительно очень крутые, тени от Слид. За свою цену вы получаете раз, два, три, четыре, двенадцать суперкрутых оттенков. И мне кажется, это очень бюджетно, очень удобно и выгодно. Девчонки, завершаю я свое видео, конечно же, продуктами для губ. Я рекомендую для вас, девочки, если вы приобретете 4 этих помады, то у вас будут модные универсальные образы. Первая, девочки, это матовая помада от Люкс Визаж в оттенке 504 Кара. Вот такой вот нюдовый оттенок. Неон у меня сейчас на губах, то, что у меня сейчас на губах, также будет в моей рекомендации. И эта помада максимально комфортная, она не пересушивает губы, она отлично ложится, она хорошо пигментированная, замечательная помада. Если хотите матовую помаду, то обратите внимание именно на пинап. Они действительно классные и с ними не надо заморачиваться, что вы сможете нанести эту помаду даже без какого-либо карандаша. Следующая помада, которую я вам рекомендую, это помада от Maybelline Hydro Extreme. Это просто превосходнейшая, супер крутая, глянцевая, увлажняющая помада. 721 оттенок является идеальным нюдом, не слишком розовым, не слишком коричневым. Мне кажется, что этот оттенок подойдет абсолютно всем. То, что у меня сейчас на губах, и это блеск матовый от Belle, матовая помада в 0.1 оттенке, является теплым матовым оттенком. Очень хорошо ложится, помада хороша в стойкости, она хороша в носке, но это жидкая матовая помада и она может подсушивать губы. Если вы не любите такие помады, то я вам рекомендую приобрести вот такие вот блески от Essence Shine Shine Shine. Они дают именно зеркальный блеск. У них очень широкая линейка выбора цвета. У меня есть на эти блески обзор, у меня их, по-моему, 3 или 4. Я на них делала обзор, я вам показывала, как они смотрятся на губах. Также огромный плюс этих блесков, то, что они не растекаются по контуру, и это не становится смотреться как-то дешево и некрасиво. Блески бюджетные и очень-очень качественные. Последний продукт, девчонки, о котором я хотела вам рассказать. Дело в том, что покупая большое количество косметики, да и не важно, не только большое количество косметики, даже если вы пользуетесь минимумом косметики, то надо заморочиться со средством для удаления этого макияжа. Каждый раз умываться мылами, пересушивать свою кожу не есть хорошо. Я рекомендую вот такую вот штучку от Garnier. Вы можете видеть, что у меня ее осталось уже совсем чуть-чуть, у меня уже есть новая банка. Для меня это идеальнейшее средство для удаления макияжа. Это экспресс лосьон 2 в 1, снимает макияж с глаз, даже водостойки. Здесь такая двухфазная жидкость василькового цвета. Она удаляет абсолютно любой макияж. Я снимаю этой штучкой весь макияж со всего лица. Она справляется абсолютно с любым макияжем, с любыми стойкими, нестойкими тональными средствами, подводками, тушами. Не снимает абсолютно все, и на вашей коже не останется абсолютно ни капли макияжа. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне в гости в ВКонтакте, в Инстаграме, все ссылки внизу. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok